Еще раз большое спасибо за то, что пригласили меня на этот форум. Мне очень приятно было пообщаться с вами и встретиться со старыми друзьями. Как построить успешную программу по лечению перитениального карцинматоза? 10 лет назад я бы поставил вопросительный знак в конце этого предложения. После многих неудач и нескольких удач, я могу сказать, что я примерно представляю, как это делать. Поэтому в конце стоит точка. Еще скажу, что в этой аудитории есть люди, которые уже занимаются этим вопросом. И возможно некоторые комментарии для них прозвучат как критика. Пожалуйста, восприняйте это как дружескую критику, но никак не дружескую, не враждебную. И для тех, кто еще планирует, может быть в будущем это организация такого центра. Я думаю, что пару-тройку предложений они могут здесь подчеркнуть. Обычно происходит так. Где-то на конференции или в журнале вы прочитали, узнали про цитуредукцию и решили приехать домой и давайте сделаем. А, кстати, можно купить перфузионную машину. И после двух-трех раз энтузиазм снижается сильно. В основном из-за того, что это трудоемкий процесс, из-за того, что происходят осложнения. И после этого взгляд пессимиста преобладает в такой ситуации. Это становится очень дорого. Высокий риск осложнений в этой операции. Никого не удовлетворяют результаты. Если они есть хорошие, то они сомнительны. И, прежде всего, многие примеры неудач всплывают в памяти. Давайте рассмотрим каждого участника процесса при организации этой программы. Кстати, я говорю про программу перитениального карациноматоза, не гипертермической химиотерапии. Это, в общем, разные вещи, потому что без включения всех участников процесса это невозможно. И не всегда перитениальный карациноматоз должен лечиться хирургией, скорее всего. Какие же интересы? Политически некорректно. Я начну с хирурга. Какие же интересы у хирурга? У хирурга им надо знать, что они самые лучшие хирурги, умеют очень много и могут вылечить все. Также денежная компенсация за их работу достаточно важна. Что хочет учреждение? Учреждение хочет известности, привлечения фондов и по возможности сделать это без лишних проблем, как отсутствие скандалов и судебных исков. И, в общем, понять это очень можно. Что хочет пациент? Как ни странно, пациент не только хочет выжить, он хочет нормальной жизни. Он также хочет, чтобы его не бросали в течение всего лечения. То есть он хочет понять, что от него никогда не откажутся и не будут футболить из одного лечебного учреждения, это другое. Что же хочет государственная страховая медицина? Она хочет как можно меньше затратить деньги на лечение больных, а также продемонстрировать некую заботу о пациенте, что, в общем, тоже можно понять. Как вы видели, даже больные с опухолями аппендикса, которые никак не могут ответить на химиотерапию, все же лечатся химиотерапией не один раз. И вот вам и затраты на лечение от больного кумулятивны. Кстати, производители опорудования и всего остального тоже хотят стабильного бизнеса и не следует об этом тоже забывать. Вот если учесть все интересы и собрать программу, которая более-менее в одно направление учтет эти интересы, тогда только тогда это будет успешная программа. Такие же возможности есть, какие возможности получают учреждения, которые решают построить такую программу. Есть возможность внести вклад в изучение биологии опухоли, эпидемиологии карцематоза и методов лечения. Скажем, я для этого открою секрет, для некоторых это был не секрет, для этого сессии я хотел бы подготовить сводные данные по всей России, что происходит с лечением притемиального карцематоза. И в общем не получилось, потому что по многим причинам разные учреждения не захотели предоставить свои данные, что в общем случается очень часто. Это в общем ожидаемый результат, и в Америке такого не случилось никогда. И я как раз и попросил Санти, чтобы он рассказал про свой более успешный европейский подход в этом. То есть мы фактически не знаем, как себя ведут пациенты с перитемиальным карцематозом в России. Это также мы отмечали, что это длительная операция, и пациенты выживают на пределе их физиологических возможностей. И сопутствующая терапия обязательно должна основываться на доказательной медицине, потому что в обратном случае частота осложнений и смертей будет высокая. Биологию не обманешь. И это возможность развития и клинической, и фундаментальной науки. Я вам тоже скажу, что основы физиологии брюшины до сих пор неизвестны на самом деле. Почему опухоль при раке яичника распространяется одним способом превышения, а при раке желудка другим. Посмотрите, она разная совершенно. Почему это происходит, неизвестно. Хирурги прирожденные лидеры обычно. И прежде всего, я думаю, что имеет смысл предоставить именно хирургу возглавлять этот центр. Он будет выступать и как лидер, и как оператор. Таких хирургов достаточно мало, которые умеют оперировать в разных отделах живота, и которые имеют опыт лечения сложных абдоминальных опухолей. Но такие хирурги и есть. Он должен быть онкологом, чтобы понимать, что он должен слушать опухоль, а не рассчитывать, что опухоль будет слушаться его. И, конечно, он должен быть ученым, чтобы понимать свои личные, например, систематические ошибки в сборе данных. Это возможность развития и других сопутствующих служб клиники под эту программу. Начиная от анестезии, заканчивая диетологией. Какие есть сложности? Сложностей много, на самом деле. И первая из них – это дисциплина принятия онкологического решения в России и в остальном мире. Я на собственном опыте могу сказать, что это не критика, это просто объективная реальность разная. Она просто разная. Я не говорю, что кто хороший, кто плохой, она просто другая. Определение цитруэдукции другое. Часто цитруэдукции называют удаление первичной опухоли, когда она имеет какое-то магическое значение. Или удаление нескольких отсевов и оставление других, потому что их сложно удалить. Это, в общем-то, в остальном мире не считается полной цитруэдукцией. Нет систематического образования, как и в многих других странах, фокусированного на выполнении сложных цитруэдуктивных операций. Ну и, как я говорил, что сотрудничество между центрами и сотрудничеством международное, мне так представляется, на зачаточном уровне. Я... Ну, опять же, это лично мое мнение, может быть, оно неправильное, и я с удовольствием признаю свою ошибку. Это картина, которая, кстати, есть и в Питере, и в Москве, отражает суть, почему разные данные... Получаются разные данные разумной выживаемости из разных центров, когда мы, как говорим, думаем, что говорим об одном и том же. Сказок очень много, охотничьих историй очень много. Я удалил большую опухоль, я самый лучший хирург, и, соответственно, все эти разговоры неподкрепленными объективными данными очень мешают движению, очень мешают. Особенно в цитруэдукции, где это сделать непросто. Как же научиться? На Западе, ну вот в Европе существуют планы включения программы по цитруэдукции в резидентуру и специализацию по... Суперспециализацию по онкологии. Наиболее частые приемы – это посещение известного центра, который уже занимается цитруэдуктивной хирургией. Обучение один на один. Санти, например, один из примеров, он захотел научиться этому делу, поехал к Шуге Беккеру. Сколько? Have you spent three years with Paul? Three? Two? Two. Вот один из приемов. За неделю, за две недели это очень сложно преподать и все тонкости узнать. Один-два года – это вполне приемлемый срок. Сейчас распространились многие обучающие курсы, особенно в Европе. По-моему, дважды в год проводят биатэ, да, курс в Германии. Есть другие литературы, материалы, литературные данные, видеопрезентации, вебинары. Это мой партнер из Колумбии, мой коллега из Колумбии, и один из его соотечественников приехал к нам в центр 7 лет назад, провел с нами полгода и уехал в Колумбию и организовал там центр с нуля. И это был очень интересный системный подход к делу. Заняло у него это 2-3 года. У него были даже операции, пробные операции без пациента, чтобы понять, что все службы работают, и все службы знают, что они делают, прежде чем он сделал первую центральную операцию. Он докладывал свои данные в Амстердаме несколько месяцев назад, и все были, в общем, прожжены системным подходом к этому делу. Следующие несколько слайдов будут базироваться на двух очень интересных работах, сделанных Марчало Дорако из Миланской группы. Они измеряли показатели качества программы по перитениальному карциноматозу. Использовали достаточно сложную, для меня сложную, статистику, хотя мой ресерч-файл говорит, что там ничего сложного нет. Метод называется последовательное вероятное сношение. Этот метод применяется для оценки контроля качества в автомобильной промышленности на сборочном конвейере. Каждая операция рассматривается по сложности распространенности опухоли, по сопутствующим заболеваниям, и потом по онкологическим и хирургическим исходам выставляется хирургой минус или плюс, два минуса или два плюса. И, соответственно, выводится кривая обучения. Какие же критерии качества? Онкологические критерии качества. Неполная цитаредукция, осложнение, это хирургическое, быстрое развитие рецидивов опухоли. Для опухоли аппендикса, это при псевдомиксоме, более доброкачественной опухоли, ранний рецидив считается ранее 1,1 года, и при аденокарцинома 6 месяцев. Так вот оказалось, что на прямую, на оптимальную прямую хирург выходит для неполной, если брать неполную цитаредукцию, после 140-й операции, по осложнениям 149-й операции, и по онкологическим показателям, вот вы видите, 86 и 100 операций. То есть сегодня ранее презентации по поводу рака пищевода говорили, что 40 операций, это оптимально, после 40-й операции оптимизируется процесс. Так вот, 140 операций, как насчет такой цифры? В общем, набрать 140 больных, это в хорошем темпе оперировать лет 5-6 для начинающего центра. Как же предложил улучшить дело с обучением Марчелла? Прежде всего, он разработал график мер от посещения известного центра, как мы говорили, до известного уже в области цитаредукции хирурга, посещением им операции и ассистированием во время цитаредукции. И вот когда системный метод такой имплементировался, оказалось, что от 30 до 50% удалось сократить количество операций, необходимых для выхода на финишную прямую. как вы видите, от 60 до 126 операций достаточно, чтобы считаться достаточно хорошим центром. Так что дело это очень непростое, и теперь больные спрашивают, а сколько вы сделали больше 150 операций или как? И вот надо уметь ответить на этот вопрос. Какие же стратегии предлагаем для оптимизации процесса? Первое дело это региональное сотрудничество. Я вам скажу, что даже в серьезной конкурентной ситуации, которую, скажем, у нас в Балтиморе или в Соединенных Штатах, где из-за пола вокруг Вашингтона неимоверное количество цитаредуктивных центров, и у больных большой выбор, куда пойти. То есть мы конкурируем достаточно жестко друг с другом, и все равно нам есть о чем обсудить и обменяться небольшими трюками или приемами. И, в общем, такие слеты у нас проходят раз в год, как минимум, ну и по телефону достаточно часто общаемся. Очень помогает формальная декларация намерений. Все равно, или в печатной форме, или на интернете, когда всем понятно, какая используется тактика, какие используются показания, и какие приоритекты у определенных центров. Скажем, в Австрии это было сделано просто блестяще. И больные, и страховые компании знают определенно, что в этом центре больше внимания уделяется раку толстой кишки. Здесь аппендикс, а здесь рак яичника. Сбор данных. Без данных никуда нам не деться. И научная работа не для того, чтобы получить Нобелевскую премию, а для того, чтобы оценить свои результаты и двигаться дальше. Убедить медицинских онкологов и двигаться дальше. Что бы нам хотелось? Нам бы хотелось получить для самого начала хороших пациентов в хорошем статусе, в функциональном статусе, с небольшим индексом карциноматоза, чтобы получить успех. А получается обратное, потому что отдаются хирургам на растерзание только самые тяжелые больные, потому что никто больше с ними ничего не может сделать. Ну, пожалуйста, попробуйте вашу циторедукцию. Поэтому я считаю, что, безусловно, надо набирать союзников. И союзников в области среди химиотерапевтов, среди гинекологов, среди колоректальных хирургов. А почему я говорю о колоректальных хирургов? Например, пошел на лапароскопическую коллектомию, увидел пару отсевов. Что обычно делают колоректальные хирурги? Конечно, удаляют первичную опухоль. Они для этого туда пришли. После пяти лет интенсивного промывания мозгов, например, в нашей области, в Балтиморе, наконец-то колоректальные хирурги поняли, что это оптимальный пациент для проведения циторедуктивной хирургии и гипертономической химиотерапии. И начинают посылать этих больных в центры, где это делают. То же самое про общих хирургов. Итак, цель отбора пациентов с низким карациноматозом также. Профилактическая. Если не хотите делать большие операции с значительным карациноматозом, выбирайте протоколы по профилактическому применению гипертермии. Оперируйте после неодеватной химиотерапии. То есть возможности есть. Главное определить это с самого начала и следовать. Это ежегодно мы проводим сбор всех наших больных по Соединённым Штатам Америки, чтобы показать, во-первых, что такие пациенты выживают, и они существуют, и живут нормальной жизнью, заводят семьи, продолжают работать. Это во-первых. Во-вторых, посмотрите на этой фотографии достигли ли мы цели, о которой мы говорили. Пациенты, они выглядят достаточно счастливыми. Они точно знают, что они всегда могут обратиться к нам. Два хирурга, вот мой партнер и я, там в самом центре сидят. Они довольны, что, естественно, хирургическое эго удовлетворено, потому что все нас любят, все говорят спасибо. Более того, эти пациенты только что собрали 150 тысяч долларов на клинические исследования, и это сумели финансировать рандомизированные клинические исследования по циторедукции при раке яичника, которые при любом исходе, при любом исходе, это будет широко цитируемое и известное исследование. Так что круг замыкается, и я считаю, что это замечательное приложение наших сил. Не обязательно хирургия восторжествует, но я думаю, что это будет интересно всем. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Вадим Викторович. Вопросы, пожалуйста. Может быть, кто-то уже готов к тому, чтобы организовать, по крайней мере, начать организовать. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какие проценты случаев в штатах не диагностируют конферматоз в решении этой операции? Какой-то не виден на радикальной операции во время операции не относится к столу? Я думаю, что при разных опухолях по-разному. Скажем, при раке желудка, если делать смывы при Т3, это произойдет в 30% случаев. Мне сложно сказать, в каком проценте, но это зависит от методики обследования. То есть, на вскидку, мне очень сложно ответить на этот вопрос. Вообще, насколько я понимаю, что поражение брюшин, оно все-таки определяется в большей части интероперационно. То есть, когда вы уже идете на операцию, или вы получаете смывы, или вы видите глазами, или глазами патоморфолога. То есть, определить до операции это практически невозможно. Нет, но если вот такие очаги, то, наверное, не определятся. Да, если вот такие небольшие, которые... То тогда, наверное, только интероперационно. Чем больше этим занимаешься, тем больше начинаешь обращать внимание на мельчайшие подробности. На чуть-чуть выпады, например, в Дугласе, например, при... То есть, можно уже подозревать, что есть... Да. То есть, чем... Я вам скажу, что достаточно просто на КТ или на МРТ пропустить карацинматоз. Особенно, если ты не в теме. Вот. А потом мне дают эту картинку. Это совершенно очевидно. То есть, канцероматоз находит тот, кто его... Кто его ищет. Да, действительно так. Спасибо. Вопросы еще. Да, пожалуйста. Вопрос, надо ли делать... Да, лапароскопию, диагностическую лапароскопию. Я всегда положительно отношусь к лапароскопии. Я думаю, что ее делают при карацинматозе с разной целью. Иногда просто с диагностической, если есть подозрения. Иногда я, например, делаю оценить... Иногда просто поставить диагноз. А иногда оценить, возможно ли проведение полной цитуредукции. То есть, мы широко используем лапароскопию. И, скажем, second look лапароскопию при Т4 колоректальном раке это замечательно. Например, все больные с раком желудка у меня проходят лапароскопию, потому что частоту положительных смывов, когда операция просто бесполезна, очень, ну, достаточно высокая. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо, Вадим Николаевич. Спасибо. Спасибо большое всем. Я вообще впечатлен, что... Да, уже заключение, да уже. Что 6 часов с лишним, и все равно народ здесь есть. Значит, интерес существует. И большое спасибо участникам, докладчикам и слушателям за чудесный вечер. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ